Девушки отдыхают Вот ты всегда так со мной поступаешь Твоя цель на Абалахском фестивале найти мужчину себе А я приду Просто интересно, чем вы занимаетесь? Мы будем пытаться гнать березовый деготь Вот так, знаете, было вот Ну прям надежда, когда вы сказали Гнать и дальше... Нет, нет, нет Гнать будем деготь За двое суток вы должны это сделать? Мы должны сделать это за сегодня Результат должен быть в идеале к вечеру А вы пробовали это? Нет, еще не пробовали Мы изучали технологию Здесь интересен процесс Если будет результат, мы будем очень довольны Но самое главное это попробовать Понять, сколько энергии Сколько затрат Физических наши предки Вкладывали вот в добычу, казалось бы Обыденных вещей Вы знаете, я очень странный человек Я очень люблю запах дегтярного мыла У меня дома всегда есть дегтярное мыло Но мне непонятно, зачем вам вот этот древесный деготь И что вы с ним дальше будете делать, собственно Отличный ответ! Ну тогда еще... Логично Что-нибудь подобное вам уже приходилось делать? Вот из технологии 9-го, 10-го Какой век вы сейчас? 10-й Да? Нет, раньше не пробовали Одежду шить? Да? Одежду шить, да, конечно Это другое Это трудно Я вот просто заходил на сайт Где допущен, не допущен Нет, а вот тут вот та не та эпоха Посмотрите на могильник номер 735 Там совсем другое описание Вы знаете, люди, которые в это погружены Конечно, они обладают вот этой вот Харизмой времени определенного Тайным знанием И это всегда очень харизматично И очень, ну как сказать Оберегается, что ли, вход в определенную эпоху Соответствием определенным Но если не попробуешь, не узнаешь, ведь правда? А чем вы в повседневной жизни занимаетесь? Я мама в декрете Я на заводе работаю А, ну так милая, хоть и с ней историки Ни вот не гуманитарии, которые Гуманитарии, ну, далеки Не историки В повседневной жизни от истории Спасибо вам большое Я там за Лену переживаю У нее три мужика Я что-то с ними Насколько вообще может долго прожить фестиваль Тем более реконструкции Тем более они прилетают из Петербурга Из Москвы Новосибирска Да, да, ну, большой интерес Потому что мы относимся качественно к мероприятию Учитываем, скажем, ключевые запросы туристов Их потребности, их возможности Также учитываем именно возможности реконструкторов И их желание показать что-то туристам И получается качественно Я правильно понимаю, что организаторы еще, можно сказать, вделываются немного Когда принимают реконструкторов Я посмотрел на вашу группу ВКонтакте А вот этот вот элемент, он не соответствует тому самому могильнику О котором вы сказали И надо еще это обосновать Это да Нет, это на самом деле В этом и есть рост Внутренняя критика Внутреннее саморазвитие И, конечно, да, мы академически очень подходим Мы не можем каких-то, ну, извините, клоунов запускать на мероприятия Мы должны показать, как выглядели по-настоящему наши предки Если из региона степи, так степной житель должен выглядеть так Если из региона Средней Руси, так должен выглядеть А из Скандинавии так И это обязательно Не должно пересечения быть Куртка из Новгорода, ботинки из Дании Такого быть не может на самом деле Боже мой, что такое? Нам просто обычным абсолютно людям непонятны вот эти вот споры Как мы показали, вот главная тема нашего фестиваля будет свадьба То есть, когда два рода породнились И завязали первые союзы И Русь-то возникла Сразу много национального государства Много племяное Нету моно Племени, которые доминируют над другими Все равны Все равны перед солнцем И все живут в одной стране И все эту страну защищают и любят Вот наша главная цель и задача показать С чего все начиналось У нас очень много, у нас много национальности И мы все вместе Любим эту страну Спасибо Спасибо большое Пожалуйста Отдыхайте с умом С пользой для себя, могу сказать Тут что-то невероятное происходит, если честно Издалека бежали, чтобы на крик женщин Которые, коня на скаку в горячую избу Пока Елена искала своего рыцаря Неизвестно почему в 9 веке Мы найдем даму сердца Но они не из робкого десятка, я вам скажу Это прям Один-один Мы за кого болеем? Мы? За реконструкторов Вы можете объяснять правила? Знает кто-нибудь вообще? Объясняли Надо в щит положить руками Двумя руками мяч Хорошо, судью, пожалуйста Наристающий позоветик А мяч где найти? Вот сейчас он кинет его В принципе, это достаточно простая игра Все просто Так, внимание, смотри, что они делают Так, так, так Вот это да Серьезно Это очень серьезная Очень опасная битва Но все-таки я за викингов Они ведь ее растерут сейчас, Дима Лен, я вот хотел, чтобы ты поучаствовала в подобных занятиях Обещаешь мне принять участие в каком-нибудь экшене? Давай я в следующем году, я сюда приеду как турист Вот так со стороны смотрю Я обещаю, она примет участие кое-кчем Сейчас сядем, тихо удам Послушаем, что будет происходить Только тихо Девочки, мы за вас! Отойдите с травы А, вы будете нас бить? Отойдите с травы О, побежали, побежали Лен, что ушла-то? Боюсь Что-то странное происходит Милые женские битвы Не в грязи, а в песке Я так понимаю, это аналог современного рэдби, американского футбола Суть примерно та же самая А еще я читала, что для того, чтобы играть в эту игру Раньше использовали не обязательно кожаный мяч А использовали еще кольчугу, завернутую в ткань И тогда игра превращалась действительно в экстремальное занятие Опасный момент! Ну вот знаете, вот так совершенно неожиданно можно встретить Андрея Пантелеева Здравствуйте, Денис Здравствуйте, постоянный посетитель Постоянный посетитель Какой уже год? На самом деле я был лет пять назад и два года подряд Ну вот я первый раз в жизни И мне до сих пор немножко непонятно, зачем так много людей сюда приезжает Ну вот за удовольствием, за счастьем попробовать вот этого места силы Взять его потом с собой 120 тысяч человек это за 9 прошедших лет Да, 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 все верно А здесь мы, я понимаю, что солнце нам благоволит, погода замечательная Питрис, здесь место такое, вот уже который раз вокруг может идти дождь А здесь ветровая роза нам делает лучшую погоду на этой территории Сибири Мне кажется, в последнее время с Абалаком начал хорошо, отлично так конкурировать Елутровский острог Они то картошку жарят, то блины, то яичницу Совсем скоро, через неделю, что-то там у них еще происходит У них и яблочные спасы, и медовые Ребята на самом деле продвинулись за последние два года очень значительно И когда мы привозили туда федеральных туроператоров И утро составляло всех просто в диком восторге И это выполнено на очень высоком уровне И вот там видно, что люди, администрация, бизнес точно так же любят это дело Когда человек любит свое дело, результат получается всегда очень красивым и вкусным Поэтому и уетровский острог, он, конечно, значительно ближе для туриста, который приехал в Тюмень Есть возможность быстро вырваться Но я думаю, что для тобольских площадок запущенные электрички являются суперкомфортабельным вариантом Когда ты можешь утром сесть, вечером вернуться, утром сесть, утром вернуться Ну, в общем, вариации на любые, на вкус И поэтому мы действительно становимся таким туристическим кластером Который позволяет двигаться и внутри региона И я уверен, что жители, которые приезжают из-за пределов В первую очередь Урфо, Хмао, Янао Почувствуют эту комфортабельность И все больше и больше будут пользоваться услугами туристическими Тюменьской области Работа – дело хорошее Я понимаю, что ваша работа связана с туристическим бизнесом, с отдыхом Сегодня суббота, вы приехали с сыном Да Я вам мешаю Несколько Простите, я вас отпускаю к семье Спасибо большое Мы тебя тоже скоро отпустим к семье Спасибо большое Мы с вами двигаемся дальше, тем более, чтобы показать, посмотреть, есть еще что Где-то потерялась Лена в поисках своего принца, воина, варяга, рыцаря Не знаю, какие варианты у нее возникли Но, надеюсь, скоро с ней встретимся еще Здравствуйте, а можно к вам в гости недолго? Просто вот мы собирались там в кафе, они не хотят исторической кухни Хотелось бы у вас узнать, как вы здесь быт свой обустроили И вот что вот прям такого аутентичного, чего, может быть, в своей обычной жизни мы никогда не увидим Ну, например, мы из дома привезли домашний сыр, сделанный по латгальскому рецепту Подождите, тут вот отдельно, понимаете Пашихонский, российский, костромской А вот такого рецепта мы еще не слышали Балтийский сыр, балтийские рецепты, адаптированные уже под современные технологии Но, тем не менее, исходник это именно вот балтийский сыр на литу, на середину лета Вот, с атмином, вот, он без чужного фермента изготавливается Вот, то есть, не такой сыр, какой привычный для всяких магазинов, супермаркетов Из творога, яйца, масло Творог, яйцо и масло? То есть, вы можете посмотреть, там вот есть белые вкрапления, это вот творог, который... Еще не разошелся Я в магазине видел мраморный, из какой-то вот что-то вот подобное Из мрамора А, из м... А, это вы каждый, ну, насколько часто приходится вообще так питаться? Ну, мы дома так питаемся Вот, собственно, наш хлеб домашний на закваске и сыр привезли сюда Сами мы из Томска, вот, это, слава богу, выжило в дороге Есть какая-нибудь конкуренция внутри вообще? Нет? Нет, ну, я не знаю, как и про другие области, но наши... Нет, я говорю не про области, а вот кто-то, короче, посмотрелся бирки Кто-то со старой русы там досмотрелся, кто-то там шведов хочет Выйдите в дух, кто как выпендривается друг при друге, конечно Для этого и существуют фестивали А ты видел мои железячки? И так далее Хорошо, скажите, кто из вас, вот, из всех присутствующих Круче всего одет и что это намного, вот, вот, совсем? Кажется, вот, скорее всего Да, вот, можно заметить, там вот очень-очень большие фибулы Это вот сейчас странно смотрится для современных Оно говорит о том, что это женщина из очень знатного рода и может тебе такое позволить Знатная горожанка, скорее всего, да? Ой, знаете, у меня логичный вопрос, это все дорого? Да, это дорого Особенно если ты делаешь это не сам, а заказываешь, если у тебя кривые руки И тебе приходится заказывать костюмы, литье, оружие Даже если сам делаешь, тоже дорого Да, ну, это по времени, конечно Ну, мне кажется, у 98% кривые руки, чтобы делать литье, нет? В нашей... ну, как вообще? Условия, конечно, но приходится заказывать Ну, сколько вот такая фибулка стоит? Ну, в районе десятки В смысле? Две тысячи, вот, то есть две штуки стоят десять тысяч Это довольно мало Потому что такие фибулы бывают с золотом и серебром Они там пятьдесят могут стоить Я не знаю Поддарил Фибулы это не самое дорогое, что есть Можно встретить мечи за сто двадцать тысяч И это не призел Вот, сколько стоит? А, это... Сколько стоит? Вот, допустим, такой шлем Я покажу просто, тут у нас есть черный ящик Он, кстати, очень тяжелый Шлем довольно-таки, я не могу сказать, сколько он стоит Это шлем не наш, но бывают шлема там по двенадцать, по двадцать тысяч тоже Там, если с бармицей, там, вот, кольчужная бармица, например, может стоить тысяч восемь Только одна бармица, которая защита для шеи из кольчуги Спасибо большое, правда, я пошел